Друзья, так не может триваться вечно, мы будем вам сказать правду, и я с удовольствием скажу с трибуны Верховной Ради, подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе. Мы знаем о госпоже Богуцкой, депутат от Слуги народа, которая назвала одного из ведущих, ведущего украинского социолога, профессора Евгения Головаху, дедушкой из прошлого или позапрошлого века, потом извинилась перед ним и назвала его Головко. Ну, в общем, все по классике, Слуги народа продолжают чудить, но я хотел бы на что обратить ваше внимание. Делают вид, что, знаете, ну что же, вот идиоты есть, они везде есть, ай-яй-яй. Вчера была феноменальная замглава Офиса президента Ковалев сказала в эфире одного из национальных каналов, что президент поручил разобраться с судьбой Шарика в Кировоградской области, ну, его хозяйки, и, значит, разобрались, что они должны получать большую субсидию, в общем, что-то такое. Ну, в общем, все, у нас Зеленский занимается судьбой Шарика, все, мир спасен. Кабмин у нас на уровне уже Сабеса, который выполняет эти поручения, Шарикова. В общем, кто здесь Шариков, это, мне кажется, очевидно. Недаром, помните историю про полиграф, когда Зеленский требовал полиграф? Я тогда его назвал еще Полиграф Полиграфович, вот, ну, а теперь еще он уже, кроме имени и отчества, получил и фамилию. Полиграф Полиграфович, по классике Шариков. В общем, все это собачье сердце у нас продолжается. Ну, я хотел бы просто, чтобы вы каждый раз, когда слышите об очередных, там, таких, знаете, каких-то экстравагантных словах, заявлениях и действиях слуг народа, помнили, что это все Зеленский. Кто привел всю эту Камарилю в парламент? Кто своим именем завел их всех? Кто они все такие без него? Их всех привел туда Зеленский. И он лично несет ответственность за всех этих своих Шариковых. Всех. Он главных Шариков, а все они остальные идут за ним плотными колоннами. Напомнить вам, мы говорим сейчас о собаке. Это, конечно, история яркая и со всех точек зрения, и морально, и друга продать. И вообще хорошо, что есть собака, а то бы почку предложили продать за газ, чтобы заплатить. Но давайте вспомним, что у нас сидит насильник в Верховной Раде, который изнасиловал несовершеннолетнюю. И более того, потом скрывал ли это. И когда пошла информация, что человек сидел за изнасилование несовершеннолетний, депутат от «Слуги народа» Иванисов, сначала все это отрицали. Нет, нет, это все неправда. А потом выяснилось, что все это правда. И Зеленский лично сказал, я заберу у Иванисова мандат, он не будет в Верховной Раде. И третий месяц идет после его слов. Третий месяц? И что? Вообще слова Зеленского это просто совершенно пустой звук. И даже его вот эти приближенные, ну, игнорируют его полностью. Он поручил Гончаруку, значит, министерство разделить. Гончарук говорит, да не надо ничего разделять. Сказал, что до 4 февраля, то есть до сегодня, будет отчет правительства. Никакого отчета правительства нет и на сегодня не запланировано. Поручил найти тех, кто записал Гончарука, где Гончарук рассказывает, что он полный профан в экономике, а у Зеленского пустота в голове и туман. Так вот, те, кто записал эту правду, Зеленский, значит, поручил их найти за 2 недели. Ау, уже 3 недели прошло. На него просто плюют там свои же. Что же это за президент вообще такой? Что значит его слово? Что значит его поручение? Ну, абсолютно ничего. Но только судьбу Шарика он и может быть, и может спасти. И то, я не знаю, что там из этого получится. В общем, вот такая история. Начинается сессионная неделя. Пишите, что вы обо всем этом думаете и на связи. Я очень рад всех вас видеть. У нас впереди на этой неделе много всего. Может быть, будет земля. Это отдельная история. Пишите, о чем бы вы хотели услышать. Я буду вас информировать о всем, что происходит. Это происходит. Дела очень сложные. Потому что, кроме того, что они не исполняют поручений Зеленского, у нас еще и совершеннейший опять обвал в бюджете. Недобор 14 миллиардов. Там четверть январских поступлений в бюджет. Просто не поступили. Ну, а Зеленский продолжает заниматься судьбой Шарика. Все. Всем пока.